Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в гостях при сентябре Сената Балтийской Международной Академии и Станислав Бука. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Много событий происходит в сфере образования, в частности, в сфере высшего образования. Такие три новости последнего времени. Ну, наверное, самая последняя новость – это заключение Ведицианской комиссии, которая касалась вообще образования, образования на языках нас меньшинств. Об этом тоже, может быть, чуточку попозже. Мы знаем, что всеми в первом чтении уже прошли изменения, довольно серьезные изменения в законе о высшей школе, которая, ну, по существу, как считают многие представители вузовского образования, подрывает автономию вузов. И, конечно, ключевой момент – это решение Конституционного суда совсем недавнее, может быть, в чем-то и неожиданное, может быть, даже в чем-то сенсационное, которое признало, что вот решение Сейма в свое время, фактически запрещающее преподавание на языках, которые не являются языками Европейского Союза, и в том числе есть ограничения и даже на языках Европейского Союза, вот все-таки признать эту статью, закон о высшей школе, недействительный. Обо всем по порядку, Станислав Анатольевич, добрый день. Добрый день. Да, сегодня дата такая достаточно интересная. Через день будет два года, когда были приняты эти скандальные поправки к закону о вузах. Только сегодня опубликованы, и мы их еще внимательно не изучали, заключение Венецианской комиссии, которая занимается как раз проблемами демократии и свободы, и дает соответствующее заключение. Если говорить о первом чтении, которое прошли очередные поправки к закону о вузах, то, наверное, надо сказать две вещи. Во-первых, честно говоря, это количество поправок уже наносит непосредственный ущерб повседневной работе вузов. Вузы все время находятся в состоянии стресса. И вместо того, чтобы повышать качество, а параллельно ведь идут и должны были начаться в этом году, массовые аккредитации программ, направлений в высших учебных заведениях. Они тоже практически все отложены, и не только из-за коронавируса, но и во многом из-за того, что вузы оказались тоже к ним еще не полностью готовы. Вообще, реорганизации и поправки, и вся реформа продолжаются уже почти 10 лет. Другие балтийские страны смогли ее завершить гораздо раньше, и без таких серьезных потерь, о которых можно говорить в Латвийской республике. Решение Конституционного сада от 11 июня, оно действительно вызывает, с одной стороны, уважение. Честно говоря, для меня это было решение не то чтобы неожиданным. Даже сами дискуссии показывали, что судьи стали задавать тем, кто отстаивал эти поправки. Крайне неприятные вопросы. Крайне неприятные вопросы. И те фактически терялись, да? И иногда прерывать и говорить, но это мы знаем. А зачем вы опять здесь используете язык? Фактически речь шла, но я бы сказал, о спекуляции святым, языком. Притом, если не было никаких других аргументов, а их и не было, то сразу применялась аргументация, связанная с языком. А это надо ради языка. Язык не может быть орудием, ну, убийство вузов. Это, да, извините, что я прерываю. Здесь тоже такой интересный момент, о чем, кстати, о своей мотивировке сказал и Конституционный суд. Когда вот эти вот эксперты, ну, или представители Сейма, которые пытались защищать эту абсурдную со всех точек зрения норму, уже действительно не знают, что сказать. Они начинают говорить, вы понимаете, ну, в вузах надо там усовершенствовать знания латысского языка, там студентами, на что там податели иска, их эксперты совершенно резонно сказали, что с этим словом не согласиться. Говорят, слушайте, мы сейчас говорим о школьниках или мы говорим о взрослых людях, которые на этапе прошли бакалавра, магистра и докторанта. Ну, что, извините, магистра и докторант, для многих которых латышский язык или свободный, или родной, мы их сейчас будем учить латышскому языку. Ну, то есть, этот аргумент, ну, совершенно не выдерживает критики. Ну, вы знаете, вообще, Конституционный суд, там было еще и решение по пятой статье, в которой развивать, ну, и, я бы сказать, поддерживать государственный язык есть, и они признали, что такое право есть и обязанности. А кто его и не оспаривал, да? А его реально никто не оспаривал. Более того, ну, мне не надо далеко ходить, я могу пройтись мысленного времени или фактически по зданиям Академии в Риге, в филиалах, и посмотреть, что вот на одной… Ну, вы сейчас говорите о Балтийской международной Академии. Да, о Балтийской международной Академии. Идя мимо разных центров, у нас там немецкий центр, центр северных стран, русский центр, европейский центр, споткнуться о табличку, на которой написан, например, латышский центр, в котором есть специальная литература, в которой проводятся специальные мероприятия. Мы учим иностранных студентов в соответствии с законодательством и более того учим. Мы проводим для них интеграционные занятия. В этом году одна из предпринимательских структур Латвийской Республики, получившая европейский грант на интеграцию как раз студентов-иностранцев в Латвии, проводила у нас занятия по латышскому клубу. Должна была начать обсуждение главных культурных событий или дат, которые в Латвии бывают. Создать еще клубы латышского языка. То есть мы начали это делать гораздо раньше, чем кому-то это пришло в голову. А я бы хотел спросить, а вот те, кто это отстаивает, в их вузах, в их структурах есть подобные центры, кабинеты. Учат они латышскому языку и сколько не только иностранных, но и своих студентов. Потому что люди, которые закончили школу не в прошлом году, а до реформы четвертого года, они не получали таких знаний латышского языка. А количество обучающихся в возрасте 30 плюс и 39 плюс, как в частных, так и в государственных, превышает 30 процентов. Так вы изменили закон и применили его к тем людям, которые в школах не получали такого образования, которое необходимо для обучения на латышском языке. Они могут в вузы поступать без централизованных экзаменов, например. До 2004 года те, кто закончил школу. А вот после, там было грамотно. Мы вводим реформу, мы начинаем работать по ней. И для тех, кто под нее попал, они должны выполнять эти требования. Да, они могли бы нам не нравиться, но мы их выполняли. Но здесь-то нас заставляют применять эти требования задним числом. Так вот, Конституционный суд, он, ну скажем, проявил определенное юридическое, в первую очередь, мужество. Я даже не скажу о политическом, потому что давление тоже было. Но у этого решения вообще-то есть послевкусие. Знаете, как у хорошего вина или как похмелье после того, что было очень хорошо вечером. Если вы посмотрите полное решение, даже по этому пункту, там ведь написано, что они оспаривают и признают незаконным то, что применены меры, не соответствующие уровню нарушений или уровню, который они должны были бы применить для развития государственного языка вуза. И на это дается фактически год. Вот. Мы сейчас еще об этом поговорим. Извините, что я вас перебиваю. Все-таки такой вопрос хотел спросить, он весьма важный. Мы знаем, что вот когда в свое время эта норма была принята, дискриминационная, что фактически, несмотря на весь дипломатизм Конституционный суд и констатировал, да, ну вот ваш вуз, может быть еще кто-то, я сейчас не будем всех называть, ну пытались действительно поднимать общественность, политиков и говорят, ребята, ну надо что-то делать, сейчас нужно обращаться в Конституционный суд, может быть идти в европейские суды и так далее. Но были и вузы, тоже не будем их называть, которые говорят, ай, ну ладно, нас-то не очень интересует, вообще мы отсидимся. Я к чему говорю? Что такой солидарности, может быть я не прав, если я не прав, вы меня опровергните, я не чувствую. Сейчас, когда это решение Конституционного суда уже вступило в силу, ну нашлось много желающих это бревно потаскать, да, и многие вузы говорят, молодцы, в том числе и государственные, говорят, какое мудрое решение Конституционного суда. Я к чему веду? Ну то, что было, то было. Почувствовали вы сейчас, ну хотя бы после решения Конституционного суда, определенную, не знаю, солидарность и то, что все вузы, неважно, частные, государственные, более приближенные к власти, менее приближенные, ну все находятся в одной лодке и занимаются общим важным делом, не знаю, научного потенциала, образования и так далее. Вот сейчас есть эта, ну не знаю, солидарность или нет? Вы знаете, когда, ну мы начали это обсуждать и решать, каким образом можно попытаться противостоять этому действительно дискриминационному решению, при том я всегда считал, что это дискриминация отнюдь не только частных вузов. И это было высказано и Советом по высшему образованию, и Ректорским Советом. Ведь просили расширить права государственных вузов в отношении языков до уровня частных вузов. А получили, 56-й статью, сокращение прав частных вузов до уровня государственных вузов. К сожалению, говорить о единстве среди частных вузов, и тем более среди государственных по этим вопросам не очень приходится. Фактически единство закончилось после провозглашения президента этого закона, принятого 21 июня 2018 года. И я не могу, с одной стороны, упрекать руководителей, собственников и государственных и частных вузов, в первую очередь частных, конечно. Но в то же время, если мы говорим, что вуза это не только училка какая-то, но у вуза есть так называемая вторая и третья функция вуза, в том числе и социальная, общественная функция, то тогда у меня вызывают вопросы, а как же они относятся к этому, если они не пытаются бороться за то, что относятся напрямую к основным правам, которые есть в Евросоюзе. Есть такая хартия, хартия основных прав человека в Евросоюзе. И в ней записано, что каждый человек, например, может свободно выбирать свое место труда, подготовку к труду, выбирать свою профессию. Какая же здесь есть соответствующая статья, там 13-я, там «Свобода искусства, науки, образование», они все прописаны. И действительно, вы правы, что школы должны заниматься языком, а мы должны уже получать результат языковой, но это ведь не можно применить к иностранцам. Причем здесь иностранцы и уровень латышского языка, на котором они могут учиться. Сейчас еще и говорим об экспорте образования. Да, и там есть о чем поговорить, потому что там коронавирус для вузов и студентов, в первую очередь, из третьих стран, он может не затронуть, по-видимому, только самых пострадавших, медиков. Пострадавших с точки зрения реального коронавируса. Они лечили, заражались, умирали, болели. Но университет Острадыня, потому что у них большинство студентов все-таки из Евросоюза. А вот те, к кому поступают студенты из третьих стран, у них сейчас начнется самое плохое время. В том числе и у Балтийской международной академии. У всех, у всех, у кого есть иностранцы из третьих стран, они не могут ни оформить документы, ни получить вид на жительство, потому что там существует целый такой мелкий фильтр прохождения документов, рассмотрения дел. Смотрите, сначала подаются документы от любого иностранца, ну, например, академия оплачивается, это платная услуга, ну, недорогая, 41 евро за каждого студента, в Центр академической информации, в АЭЦ. У них есть право рассматривать эти документы до 4 месяцев. Ну, представьте, вот в июле подают. У меня в этом году был уникальный случай, когда, по-моему, в феврале или в марте месяце я получил ответ на дело, поданное в июле 2019 года. Студентам. Куда он мог въехать? Он уже потерял актуальность. Он уже давно плюнул на университет или на академию в Латвии, он мог найти себе другую страну, где все это делается. Но это только первый этап, понимаете? Потому что на втором этапе все студенты из третьих стран должны пройти собеседование в консульских отделах Латвийской республики за рубежом. Ну, например, студенты, кто у нас на первых, вторых, там, третьих местах среди поступающих? Индия, Узбекистан, Пакистан и ИИ. Так вот, если мы говорим, например, об Узбекистане и пакистанцах, они проходят через посольство в Ташкенте. И там запись иногда за полгода. Даже без коронавируса? Без всего. А теперь еще и коронавирус. Это следующий этап, это еще и департамент гражданской иммиграции, который тоже может рассматривать неизвестно сколько. Мы получили информацию, консульские отделы на период коронавируса все закрыты. Значит, в лучшем случае они открываются или сейчас, или еще не открываются. Мы получили письмо из департамента гражданской иммиграции, что они не принимают дел. Но мы пока не получили письма от них же о том, что они начали принимать эти дела. А уже конец июня. А уже конец июня. И еще висят студенты зимнего набора. Они никуда не могут приехать и въехать, потому что Евросоюз не открыл для третьих стран. Даже для тех, где нет такой сейчас пандемии, да? Да откуда угодно. Ну, ни для кого Евросоюз же не открыл пока еще. В лучшем случае это откроется в июле-августе. В лучшем случае. Значит, они тоже въехать не могут. Они должны были приступить к занятиям в феврале месяце. Значит, мы им предлагаем перенести обучение. Но мы не знаем, получат ли они всю эту цепочку еще консульского отдела и департамента гражданской иммиграции. И мой прогноз, что в лучшем случае они начнут въезжать ко второму семестру 20-21 учебного года. То есть к февралю 21-го года. А каждая тысяча таких студентов в Латвии приносит вузам для поддержания нашей деятельности. Преподаватели, извините, мы за год платим многие десятки тысяч за отопление, электроэнергию. Так вот, тысяча этих студентов дает в Латвийской республике только за учебу примерно 3,5 миллиона евро. Плюс то, что они покупают жилье, еда, одежда, книги, транспорт. Умножьте это еще на 2-3. Это мультипликационный коэффициент примерно около 3. Значит, около 10 миллионов евро Латвия потеряет, из которых 3-4 миллиона потеряют вузы. И половину из них, если не больше, потеряют частные вузы. Возвращаясь все-таки к тому, с самого начала, то, что вы говорили по поводу экспорта образования. Ну, мы знаем, что, в частности, туристические фирмы, которые тоже, конечно, недовольны пассивностью правительства в оказании им помощи, но, тем не менее, что-то получают, могут ли вузы, не знаю, обращаться с какой-то просьбой к правительству, поскольку суммы, мы слышим из уст премьера и министра финансов, просто головокружительные, 2,5 миллиарда, 4 миллиарда, еще какие-то европейские деньги. Вузы, ну, в частности, частные, для которых это, ну, предпринимательство, это их средства существования, вы не получаете бюджетные средства, какую-то помощь с учетом вот этой ситуации. Не вы же закрывали консульство, не вы закрывали УГМ, Управление гражданской иммиграцией? Это так называемая будущая выгода, и о ней никто не думает, и никогда не думает. Но она останется в сентябре совсем уже не будущей, да? Да, и хорошо, что у нас, ну, скажем, была и все еще остается достаточно приличная финансовая подушка, потому что в рамках всех этих реорганизаций мы знали, что ее надо создавать. Да, вы делали оптимизацию, ну, то есть пытались как-то... Вот, ну, можно вообще прогнозировать и предсказывать. И если там впереди дорога заканчивается пропастью, а мы жмем на газ, то понятно, что рано или поздно мы туда доедем. Да, доедем, да. Так вот, мы имели такую подушку. Но ведь вузам никто не говорил, что вузы закрываются. Вузам, наоборот, было в достаточно категоричной форме предписано перейти на удаленное обучение. И мы на него перешли. Да, это тоже стоило значительных усилий, финансирование, потому что это надо было создать и систему, или усовершенствовать ее, и техническую, и программатуру, и поработать с преподавателями, и со студентами. Но мы это сделали, и мы практически не уволили, ну, может быть, дежурных и уборщиц в одном из зданий. Мы были вынуждены притормозить их работу. Все остальные у нас продолжали работать. Да, буквально короткий перерыв, короткая пауза. Потом обязательно вернемся к этому послевкусию, после вот этой решения Конституционного суда. Мы прервались на очень тоже важной теме, связанной с языками. Не переключайтесь. МиксНьюс. Представитель Сената Балтийской Международной Академии и Станислав Бука, чтобы закончить все-таки тему экспорта образования, у вас есть конкретные предложения. Будем надеяться, что они дойдут, может быть, до Кабинета Министров о том, как решить вопрос вот с иностранными студентами в этот период, ну, чрезвычайно связанный с COVID-19. Вот давайте, может быть, это, и потом вернемся к языку. На сегодняшний день студенты, например, в обычных условиях или абитуриенты из третьих стран могут приезжать по обычной визе в Латвийскую Республику. Сначала это были только магистранты и докторанты, сейчас это разрешено и на уровне бакалавров. На месте оформлять виды на жительство, проходить все необходимые, ну, согласования с соответствующими структурами. За исключением, пожалуй, консульских отделов. Почему сейчас в рамках того, что во всем мире главные страны экспортеры образования, это такие, как, ну, например, Австралия, Канада, Великобритания, Германия, они все пытаются придумать, как облегчить и, ну, перескочить через эту пропасть, связанную с коронавирусом, чтобы не потерять международных студентов. Они выделяют средства, они разрешают работу в большем объеме, чем раньше. Например, Канада разрешает им въехать позже и не потерять все преимущества, преимущества, связанные с дальнейшим проживанием в Канаде. Чтобы они, дай бог, не потеряли эти преимущества. Как те, кто закончит ВУЗ. У них закончивший ВУЗ обладает сразу пакетом дополнительных пунктов для получения вида на жительство, постоянное, а потом и гражданство в Канаде. Так вот, у нас это все есть. Давайте пойдем на то, что разрешим въезжать те, кто оплатил, например, за первый год обучения, и дадим право ВУЗам подписывать этот договор о начале обучения. Пусть они въезжают сюда по обычной визе до 90 дней. Это не Шенген, это наоборот виза в Шенген. Шенгенская виза в Латвийскую Республику. Да, это я и говорю. Вот, пусть они въезжают, начинают учиться с сентября, ну или с октября месяца, и параллельно оформлять документы. У кого-то они не годятся, закончатся или 90 дней, или раньше, они поймут, что они не могут учиться. Значит, они выйдут отсюда, у них закончится виза, и они станут нелегалами. Значит, те, кто не проходит по каким-то причинам, по любым, хоть полиция безопасности будет так считать, она в любой момент может потребовать аннулировать визу их выезда. Иногда такое бывает и среди студентов поступивших. То есть нужно ускорить, нужно бороться за экспорт образования, иначе мы опять останемся в проигрыше. Да, вот действительно, будем надеяться, что прислушивается вот к этому, мне кажется, очень разумному предложению в этой действительно чрезвычайной ситуации. Возвращаясь все-таки к языку, я сейчас попытаюсь, может быть, так чуть-чуть приземленно, чтобы совсем не напрягать радиослушность какими-то юридическими формулировками, применительно и к вашему вузу, и к другим, ко всем вузам фактически. В Латвии по существу Конституционный суд признал, что вот этот запрет преподавать на русском языке, будем говорить, реально мы не преподаем на молдавском, или там, не знаю, на белорусском, или на узбекском, и даже на английском языке есть определенное ограничение. Вот эта статья антиконституционная. То есть фактически она не может применяться. Тем не менее Конституционный суд, вот говоря об этом похмелье, или послевкусие, называйте, как хотите, принял совершенно беспрецедентное решение на моей памяти. Говорит, вы знаете, да, это решение антиконституционное, но до 21 мая следующего года оно действует. Вот вы хорошо сказали в перерыве, замечательный пример, что, знаете, ну на красный цвет дорогу переходить нельзя, ну нет, у нас пока других цветов не придумали, светофора, пускай их давят. Ну, условно говоря, пускай их бегают. Но там хотя бы есть шанс на компенсацию тех, кого задали. А у нас и компенсации такой не предусмотрят. Получается так, вот если говорить совершенно предметно практически, 1 сентября возобновить чтение лекций, к примеру, на русском языке или в полном объеме на английском, да, вы не можете. Ну, если совсем практически говорить. Правильно я понимаю? Да, и учитывая. Потому что норма закона действует. При этом Конституционный суд, ну, может быть, ошибочно, из-за большого объема информации, сказал, что иначе, если мы эту статью антиконституционную отменим, получится языковой вакуум. Я не знаю, что все перейдут на суахи или преподавать после этого, я никак не могу понять. Я думаю, что они все-таки здесь имели в виду юридический вакуум, но они тоже здесь не правы. Так я про это иду по юридическим вакуумам. Почему? Потому что в Латвийской Республике система законодательства, связанная с образованием, выглядит каким образом? Вот заливается фундамент. Этим фундаментом называется общий или базовый закон, изглеты по лыкум, закон об образовании. Затем идут специальные законы. Закон о профессиональном образовании, об общем, о вузах. Ну, аук, скола, лыкумс. И при совпадении или не совпадении каких-то статей общего закона и специальных законов, например, о вузах, действует статья специального закона. Закона о вузах. Например, 56-я статья. Это специальная. А в законе об образовании есть 9-я статья. В той редакции, которая была до 21 июня 2018 года. И она живая, издавая? И она живая. И на сегодняшний день теоретически все вузы обязаны ее выполнять, потому что 56 отменена в законе о вузах. Поэтому мы, ну, для удобства, для качества обучения, для того, чтобы люди не чувствовали, что они получают образование более низкого качества из-за того, что их знание, допустим, государственного языка или английского языка не перфектное, не на уровне, которое позволяет учиться. Это ведь разные вещи, между прочим. Говорить на языке и учиться на языке. Абсолютно разные. Тем более там есть не только разговорная часть, там есть слушание лекций. Там есть устная речь, там есть письменная. И это тоже абсолютно разные вещи. А Латвия здесь тоже бежала впереди всей Европы, и к нам иностранные студенты должны приезжать на уровне Б2. А уровень Б2 это такой, как в Скандинавии, в Германии, в Великобритании. Так зачем им ехать к нам, если они могут поехать туда? Так вот здесь девятая статья разрешает нам все-таки делать, я считаю, то, что пойдет на пользу качеству обучения. Мы сможем шире использовать консультации, например, и на русском языке. Курсы? Специальные курсы в рамках тоже совершенствования. Мы можем проводить специальные семинары, конференции, учебные конференции. Поэтому я думаю, что мы сможем здесь компенсировать вот это юридическое бесправие профессиональным уровнем. Тем более, что, ну, я даже не знаю, ведь мы все чаще прибегаем еще к дополнительным льготам для некоторых вузов. Вот вы вначале сказали, что 16 реально июня в первом чтении были приняты очередные поправки к закону о вузах. Прошли первое чтение в Сейме. Вопреки мнению многих вузов, между прочим. Да, там целые ряды вопросов, которые тоже очень принципиальны и большие. Но одним из вопросов там опять будет то, что рассматривалось в Конституционном суде. И что пока отложено, потому что мы ведь затронули, ну, мы, те, кто подал, а здесь я благодарен и депутатам Сейма, и вот согласия, и там тех, кто честь служить Риге, и Русскому Союзу, и всех. Потому что они подняли вопрос, который касается всех, не только частных вузов. Не только русского языка. Они это поддержали, оформили, консультировались, и всё это пошло. Так вот, когда мы говорим о других вопросах, там есть вопрос автономии вузов. Это такой же скандальный вопрос, потому что начинался-то он с ректора Латвийского университета. И судебных скандальных разборок с министром образования. Я скажу непопулярную вещь, а я до сих пор считаю, что министр была не так уж не права. Выразимся таким образом. И фактически все суды признали, что нарушения-то были. Но они не расстрельная статья, скажем так. Были нарушения. Можно было, да, побить ректора, наказать его, не знаю, правда, как. Но не снимать. То есть надо было ему объявить строгий-строгий выговор. Занесение в личное дело. Ну, это уж как в советское время. Да, 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 да. Вот примерно так. Но речь, что здесь в очередных поправках идет опять о Рижской экономической и Рижской юридической школе, по которым приняты специальные законы, на мой взгляд, тоже выводящие их вообще из юридического поля Латвийской республики. Например, что у них можно учить только на английском языке, кого угодно. Преподаватели не должны знать государственного языка, ректоры не должны знать государственного языка. А почему? Обоснование достаточно интересное. Сначала обоснование было, что они были созданы в соответствии с международными соглашениями. Но они давно перестали действовать, эти международные соглашения. Оба эти вузы относятся к категории вузов, созданных в Латвии, юридическими и физическими лицами. Если я посмотрю на статистику, они попадают в категорию частных вузов. Хотя они являются дочерними вузами Латвийского университета. А юридическое, там есть еще общество, бывшее, преемник открытого общества Сороса. Да. У них 24%, насколько я помню. Но сейчас речь идет о том, что в новых очередных вот этих поправках, которые прошли первое чтение, речь идет о том, что будут для вуза установлены количественные критерии по числу студентов. Например, университет не меньше 4000 студентов. Это автоматом означает, что минимум два университета оттуда должны либо вылететь. Им, это вот, Даугавпилский университет и Леповский университет. Им дается время, в течение которого, если они пройдут очередную аккредитацию, при том, научную аккредитацию, и на соответствующую оценку, и в законе оценка предполагается 3,5 балла из 5, то тогда они смогут захоронить статус университета. А параллельно идет перечень вузов, которые будут иметь право по количеству студентов, как обычные вузы, там тысяча критерий. Ну, например, среди частных вузов есть вузы, которые явно превосходят это количество, там мы, Туриба, Ресеба, ТСИ, у нас гораздо больше студентов. Но есть вузы, у которых их меньше, включая тот же ирисскую юридическую, ирисскую экономическую школу. Или вузы теологические, например, Святого Престола, не знаю, как может быть вуз с количеством студентов, там, в 30, 40, 50 человек. Или Латвия Кристыга Академия, в которой тоже студенты исчисляются десятками. Ну, хорошо, там хотя бы божественное что-то есть. А у юридической школы и у экономической божественного ничего нет. А вдруг есть? Там есть ссылка на то, что вот у них хорошее качество. Вы знаете, о качестве можно было говорить, когда фактически рижская экономическая школа, ну, использовать как аргумент качество, была фактически дочерней структурой стокгольмской экономической школы. ССЕ, да. Да. Которая действительно входит в рейтинги мировые как бизнес-школа. И в европейские. Но уже много лет она не оказывает кроме моральной поддержки ничего. Так что мне завтра сказать, что, ну, например, у нас хорошее отношение, мы сейчас разрабатываем программу двух дипломов с Московским государственным университетом. И у нас старый договор с ними о сотрудничестве. К нам приезжают преподаватели, например, психологи приезжают и читают лекции. И в удаленке тоже читали. Они сейчас находятся на 97-м месте в мировом рейтинге классических университетов. Так я могу писать, что мы тоже находимся на 97-м месте в мире, потому что у нас есть сотрудничество. Так и со стокгольмской экономической школой. Рижская юридическая школа еще раньше не имела никаких отношений. А она в рейтинге в каком? В каком? Последний рейтинг, который был в Латвии, был газета «Латвия Савиза» и издавала до 2013 года. И мы там занимали Балтийская международная академия. Места явно выше, чем Рижская юридическая или экономическая школа. А вот так, да? Поэтому, когда кто-то пишет, я, кроме того, вообще не могу понять, а кто вносит эти предложения? Вот автора на сцену бы. Хотелось бы, да. Да, вот очередное. Теперь были языковые преференции, вольности, свободы для них. Теперь количественные. А какие дальше будут? Не надо проходить аккредитацию, выдавать дипломы при поступлении. Или что еще им дадут? Ну, это действительно удивительно, потому что, если мы исходим из того, что и тот вуз, и вы, и ваш вуз, это вузы, которые, в принципе, действуют по определенным правилам, не знаю, по баронскому процессу, в соответствии с законом об образовании или о высшей школе. Что же это такое? То есть, разное отношение к одинаковым субъектам. Ну, это уже попахивает такой определенной дискриминацией. Да, и это есть в иске, который был подан депутатами, ну, или совместные материалы, которые были поданы в суд Сатверсме. Ну, еще предстоит еще один суд, я так понимаю, но не суд. Думаю, что еще не один. 14 июля должно быть принято решение, поскольку суд, вот суд по этому делу вообще носит исключительный характер в истории латвийского конституционного права. Никогда не было, чтобы сначала принятое к рассмотрению дело, сначала определялось, что оно будет не заслушиваться, а рассматриваться в письменном виде. Потом было специальное решение, которое принимается только в исключительных случаях, изменить формат обсуждения, сделать его, ну, дискуссионным. Приняя сторон, которые показали, что у одних аргументов нет, а все остальные аргументы, как раньше, не слушались ни Сеймом, ни Министерством, так продолжают и не слушаться до сих пор. Есть один аргумент, еще раз скажу, святой аргумент языка, который попадает уже, ну, не всегда в чистые руки. Или используется не только для добра, не только для национальной безопасности Латвии, а наносит, наоборот, ущерб национальной безопасности Латвии. Значит, и автономия. Вот вопрос об автономии, возможно, 14 июля и будет уже решен. А вот вопрос о равенстве конкуренции и праве на предпринимательскую деятельность, например, ну, вузов таких, как мы, как та же Туриба, Ресеба там или других, по сравнению с экономической, рижской экономической и рижской юридической школой, мы видим здесь явные конкурентные преимущества, которые дают туда. А они оспаривают и говорят, нет, нет проблем, да вообще проблем нет. А кто вам мешает заниматься, типа, другим бизнесом? Зачем вам учить по программам высшего образования? Вы можете проводить курсы, семинары, еще что-то. Зачем вам торговать, ну, не знаю, водой? Торгуйте водкой, к примеру. Потому что мы так хотим. Потому что мы считаем, что мы же не запрещаем вам это делать. Делайте, что хотите. Вот так же, как с тысячей студентов, которые сейчас оспариваются. Но, к сожалению, тот же Конституционный, поэтому будем ждать. Еще есть суд Европейского Союза. Значит, суд Европейского Союза, тоже уникальный случай, Конституционный суд Латвийской Республики заявил, но они примут или не примут это решение 14 июля, что они обратятся в суд Европейского Союза с просьбой дать разъяснение, если здесь нарушение фактически первой статьи Харти о правах человека, где предусмотрено право на ведение предпринимательской деятельности, и оно должно быть равным. Нельзя одним дать одно, вторым второе, третьим третье. Поэтому вот такое разъяснение, оно может еще тоже тянуться там месяц, два, три, пять. Допустим, и Венецианская комиссия давала ответ, при том на запрос комиссии Европарламентской ассамблеи, больше чем полгода. Поэтому посмотрим, насколько, может это и будет к маю 2021 года. Да. Мы еще задали один вопрос, но стали консультироваться. А суд Сатверсма, Конституционный суд, может ли он сейчас увидев, что параллельно с рассмотрением опять вносятся дополнительные льготы по двум вузам, которые оспариваются по языку, и по которым уже реально принято решение, что язык в целом неправильно ограничен, либо для всех, либо нет. Ну, чтобы суд Сатверсма высказал какую-то свою позицию уже по будущему варианту. И мы столкнулись, знаете, есть такие фразы, нет трупа, нет дела. Да. Там, или вот будет труп, приходите. Да. Вот примерно так и здесь. Они, ну, специалисты по Конституционному суду говорят, а суд Сатверсма не может там указать Сейму на то, что они в первом чтении приняли, что потом будет трупом. Вот когда труп будет, тогда приходите к нам. Будем рассматривать. И мы будем рассматривать этот труп. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильное понимание функции Конституционного суда. Он должен носить не только выводы уже по свершившемуся. Он должен предупреждать. И упреждать, что вы нарушаете Сатверсмы. Предупреждать, упреждать, чтобы не было нарушений Сатверсмы. Чтобы не было, как сейчас, а ходите на красный свет до 21 июня или до мая. Вот совсем мало времени остается, что касается 21 мая следующего года. Понятно, что сейчас тяжело загадывать. Хотя, судя по всему, парламент будет тот же, который сейчас. Правда, в этот закон статью 56-ю, злополучную, принял все-таки предыдущий созыв. Вот нет ли у вас опасений, что опять-таки используют этот аргумент языка, государственного языка, преамбула Конституции? Не будем перечислять все эти дежурные аргументы. Опять вот таким вот образом сделают эту редакцию 56-й статьи, по которой вроде бы и можно, а по факту нельзя. Ну ладно, может быть, на английском позволим, а на русском не позволим. Ну, во-первых, я буду рад, если всем гражданам Латвийской Республики будет такое право предоставлено на английском языке. Потому что я считаю, что здесь нарушают права всех. И вот здесь можно было объединяться всем вузам. Можно было требовать студентам голоса там «Латвия студента опвенеба» вообще никакого нет. И это ужасно вообще-то, потому что здесь прямые нарушения. И фактически ограничения. Большой брат может указывать не только там, что ты думаешь, но и на каком языке ты еще думаешь. Поэтому это явно ненормально. К сожалению, вот то, о чем мы говорим с вами после вкусия или похмелья, оно ведь задано решением Конституционного суда. Там речь идет о так называемой соразмерности принятия решения. То есть вот здесь хотели наказать, вот как с примером по ректору Латвийского университета, и расстреляли. Но потом воскресили, медицина в хорошем состоянии находится, поэтому смогли это сделать. Так и здесь. Конституционный суд предлагает законодателю Сейму выбрать соразмерные ограничения по языку высших школ. Но все-таки ограничения, да. Вот сейчас мы будем смотреть, есть ли какое-то послевкусие у материала, учитывая, что это рекомендательный материал, Венецианской комиссии. К счастью или к сожалению, это мы увидим. Для нашего Конституционного суда это тоже какие-то, пусть не красные, но хотя бы желтые линии, что вот в Европе считают так. И если мы что-то здесь накосячим, то тогда те, кто хочет, подаст в Европейский суд по правам человека. Но туда уже не могут подавать депутаты. Значит, туда могут подавать, ну, например, собственники вузов, пострадавшие, студенты и так далее. Понятно. Ну, посмотрим, чем все закончится. Очевидно, что мы находимся еще, ну, может быть, не в начале, но еще длительная дорога к справедливости еще предстоит пройти. Будем надеяться, что и Балтийская международная академия удастся, несмотря на что, привлечь иностранных студентов. Ну и, конечно, не успели просто обсудить, ну, и для выпускников латвийских школ и этого года и предыдущих лет двери вуза открыты, я так понимаю. По крайней мере, вы, несмотря на код, все-таки документы у местных жителей-то принимаете. И уже мы можем принимать у тех, кто закончил школы раньше, мы принимаем и заявки о тех, кто сейчас хочет. И здесь я могу сказать, у меня вот как раз в смартфоне вчерашний отчет нашей комиссии, которая говорит, что мы опережаем на неделю количество заявок тех, кто подписался на поступление к нам по сравнению с прошлым годом. В прошлом году мы этого достигли только там 2 июля, а здесь мы достигли вот еще до Лига. Поэтому я хотел бы пожелать и радиослушателям хорошего Лига. Пять дней можно подумать и насчет поступления в вузы, можно понять, каким будет ваше будущее. Сейчас вышла статистика тех, кто закончил вузы, и на каких местах они есть, сколько среди лиц с высшим образованием безработных. И во всем мире понятно, что доходы людей с высшим образованием гораздо выше, чем у тех, кто не имеет высшего образования. И исключения только подтверждают правила. Поэтому хорошего всем радиослушателям и редакции радиоболткома Лига. Хорошей погоды и хорошего настроения. Средизор Букова у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Продолжение следует...